всем привет друзья буду говорить погромче так ядра для осадных орудий 15 16 века известняк вот посмотрим на эти ядра для пушки конечно явно не подойдет пушки резонаторы 2 сейчас мы там проведем небольшой эксперимент направляемся к ним так ну мы захватили камертон как нас просили как нам посоветовали сейчас будем его проверять один камертон так как бы туда вставить ну-ка дай-ка так друзья эксперимент начинается сейчас мы попробуем а вот второй камент камертон чик сейчас попробуем чем-то изобразить на что делать так держи и и поэтому ударишь все скажу как надеюсь записался еще раз а теперь я пойду туда там в конце дула пушки и ударишь сейчас давайте пройдем эксперимент камеру с микрофоном сюда давай мертончике он там ну-ка ударь сейчас не они сейчас было глухо давай еще раз сейчас я попробую сам послушать значит всем известно какая частота у камертона 440 герц как видите свободно волны распространяются даже при таком слабым воздействие тут еще написано кстати вот так измеряем длину 3 метра внутренний диаметр 10 сантиметров первый круг 22 сантиметра и потом где-то идет по сантиметр что ли даже не знаю ну кау так вот ну да где-то по сантиметр что ли прибавляется пока не доходит до ну кау даже сейчас ну получается что вот этот вот диаметр уже где-то ближе к 30 сантиметров а вот на второй пушки наш дал сюрприз смотрите сейчас я вам покажу тут надпись так это что 7520 и вот такой рисунок интересный что это настройка настройка где-то мы такие видели уже до такие рисунки помните стрелки кто-то указаны на строчной таблицы а дальше еще один знак интересный ну камертон упробовали вот к этой штучки смотри какой то здесь тоже знак так еще раз показывают какие-то надписи непонятные и настроечную таблицу мужская схему а видимо вот этого никто не замечает что вот эта вот штука здесь есть видишь она совсем непонятно для чего значит получается так что здесь круг здесь может быть это из двух пушек надо бить здесь что-то сходится может это нет смотри видишь стрелки в разные стороны то есть это может быть принцип наведение что ли или как-то специалисты по баллистике могут подсказать если захотят так что пусть пишут в процессе наших измерений к нам придрались местные смотрительницы с чего тут делаете даже вызвали охрану охрана уже ушла я даже не стал это заснимать как мы беседуем что ну я надеюсь вы все видели да что здесь есть какие-то непонятные изображения которые наводят на определенные мысли кто знает есть книжка по созданию есть чертежи по настройке на местности этих пушек которые на самом деле резонаторы и скорее всего стреляли какой-то звуковой волной частотной и вот как видите здесь еще одно подтверждение схема не знаю даже как ее назвать то друзья это была вторая часть пушки резонаторы на нас тут немного наехали потому что у местных смотрительниц недостаток в образовании они не знаю что такое камертон но благо охранник оказался умнее мы с ним поговорили хороший мужик спасибо вам большое конфликт разрешен вот такие эксперименты у нас интересные сейчас были как видите резонанс у них очень хороший частота 440 герц использовалась пушки резонаторы стреляли видимо болванками вот такие вот гаусс пушки прошлого ну а теперь посерьезней обратимся к литературе фол хабер антон артиллерийское искусство четвертая часть ульм 1674 1702 года а в начале идет вот такая вот непонятная настроечная схема используется башня пушка дальше начинаются здесь всякого рода подъемные механизмы что-то наподобие домкратов ну смотрите это домкрат чтобы взламывать ворота всякие детали составные части этих подъемных механизм шестеренки везде везде резьба и это 17 век а как же они все это изготавливали интересно вручную в кузнице абсурд осадное орудие вы такое когда-нибудь видели что оно и для чего предназначено видите на двух колесах ну похоже на таран зубчики видите тут сделаны то есть может этот механизм выдвигаться вот то о чем я говорил начинаются всякие или можно сказать штатив здесь вот я не понимаю здесь доска зачем все это надо следующий штатив и мы тут видим лебедку и видим здесь колокол для чего зачем а дальше еще веселей здесь мы видим подвешены две пушки центральная деталь имеет резьбу в общем зачем то их подвешивают я думаю для калибровки на этом изображении вообще нечто странное посмотрите настройка пушки идет по человеку обратите внимание идет настройка по прямой здесь стоит человек еще на каком-то возвышении полет снаряда по прямой здесь все это увидите это удивительно потому что должна учитываться сила притяжения но тут мы этого не видим здесь стреляют вот из пушки по мишеням ядро летит по прямой линии а не вот по такой кривой как такое вообще возможно где вообще гравитация и я думаю что здесь показана не траекторию полета снаряда или там картечи ядра а именно траектория направления луча здесь вообще что-то невообразимое посмотрите повесили пушку над потоком воды зачем объясните мне кто сможет объяснить зачем повесили над рекой или над ручьем поток воды это поток волн разной частоты это поток энергии зачем здесь повесили пушку ну видимо проверять как она внутри будет резонировать то есть здесь прозвонка прослушка этого механизма давайте назовем это резонатором все знаете такого изобретателя мишина знаменитые катушки которыми лечатся люди так вот с ним есть стрим по поводу этих пушек как раз они показывают эти же иллюстрации то есть в данном случае я думаю здесь идет настройка по вибрациям передающимся из водного потока который как известно переносит все эти звуковые волны разной частоты еще здесь представлены разные инструменты вроде с виду что-то даже есть знакомое вот посмотрите инструменты для для внутренней части дула вот обратите внимание какое у них окончание это с какой-то резьбой это просто что-то наподобие большой перьевой ручки это похоже на какую-то вытянутую ложку и типа багра не знаю для чего это чтобы порох что-ли заклад пыжи заталкивают но пыжей вы здесь нигде не увидите вообще стамеска огромная это уровень скорее всего это еще что-то типа большой иглы что еще а вот это что такое просто веревка больше всего меня поражает вот такие механизмы скажите мне кто-нибудь вот это что такое из дерева да еще вот с такими вот украшениями зачем перейдем к основной части что внутри пушки это самое главное как она действовала как она стреляла а начнем мы с внутренних частей пушки ну во первых как заметил Мишин внутри используются камни камни как известно хороший материал для распространения звуковых волн то есть вибраций на это обратил внимание и собственно говоря это так и есть вот видите внизу показана начальная часть ну а внутри вот набор камней это одна из частей тоже самое видите здесь причем посмотрите их делают такими шестигранниками это тоже все не просто так то есть система полосных структур теперь к вопросу настройки пушек на местности обратите внимание измеряется некое расстояние измеряется угол для данного сегмента крепости соответственно значит люди знали геометрию да математику все измеряли по формулам вокруг крепости образуется кольцо воды это необходимо она проводник она также использовалась в качестве щелочной среды внутри на последнем этаже на нижнем образовывалась такая огромная батарейка кстати говоря это мне напомнило ту самую схему сейчас я покажу почему потому что для калибровки еще используется вот такой механизм как раз вот эта система мне напомнила данную схему на пушке понимаете к чему я клоню то есть здесь показана видимо схема настройки пушки как каким образом ее настраивать дальше еще на пушке есть вот такие символы сначала я подумал что это 4 и 0 на самом деле я думаю что это опять же какая-то настроечная настроечный символ то же самое на самом резонаторе это вот начало пушки здесь символ напоминает чем-то один из каких-то ведических знаков что-то типа этого я думаю что это тоже не просто так и здесь какая-то схема то есть уже 3 места где какие-то символы настройки этой пушки резонатора теперь друзья собственно о том что находится внутри пушки это самое основное что надо знать я думаю многие из вас просто удивятся а для некоторых это будет сенсация лично для меня так точно все мы привыкли что пушки вроде бы как все такие целиковые сделанные из чугуна вылитые есть и такой вариант но оказывается пушки которые стреляют на иных принципах действуют на иных принципах они и построены совершенно по-другому перед вами внутреннее устроение пушки это видимо одна из частей здесь мы видим множество дисков между ними какие-то шарики и все это связано в единую такую систему перед нами друзья резонатор гельмгольца он выглядит вот чтобы вы знали как елочная игрушка я думаю что если бы елочная игрушка состояла из меди это считайте настоящий резонатор гельмгольца следующий момент что же они там делали внутри они по особой схеме укладывались внутри полости модульная составная была этой пушки как видите допустим один направляет звук сюда другой сюда видите то есть они под разными углами эти два по одному углу два угол другой совсем и нижние под одним углом то бишь здесь выдерживался какой-то принцип распространения волн в этих резонаторах они усиливаются это выходная часть и здесь они вместе складываются многократно усиленные звуковые волны здесь они будут одинаковой частоты как видим диаметр этих шаров совершенно одинаковый и здесь они усиливают создают волну и вот по этому волноводу направляют сюда вниз вначале видео показалось что звуковые волны даже с использованием слабого камертона свободно распространяются по полотну по стволу пушки то есть это волновод довольно таки хороший еще какой-то резонатор и как видите сверху добавлена часть в виде цветка еще один тип посреди идет трубка концентрация звуковых волн направленных многократно усиленных внутри каждого резонатора гельмгольца направляется в определенную точку сюда 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 и вот сюда то есть где-то 4 ключевых точки сюда вот выходит трубка передается уже на другую часть здесь добавляется резонатор другого типа назовем его стрела я очень часто замечал что наверху на кончике этого типа резонатора максимум потенциала в виде микротесла причем очень большой силы постоянный заряд здесь скапливается то есть здесь срабатывает форма фрактальная форма этих вещей внутри внутри этой полости мы видим очередной резонатор то есть видимо этих модулей разных было много а этот тип модуля использует множество резонаторов типа стрела но явно не для того чтобы ими стрелять а просто для усиления звукового эффекта или для накопления статики заряда для последующих энергоударов лучевых а это какой-то внешний материал для чего нужен такой волнистый материал я думаю он служит как бы фильтром частот вот понимаете допустим в студии звукозаписи отделка стен особым материалом я думаю здесь что-то похожее следующий момент вот тут мы можем заметить другую структуру которая напоминает не что иное как магнетрон есть центральная часть рабочей области и вокруг полости резонаторов все этому соответствует а здесь структура такая трубка меньшего диаметра значит частота больше потом она переходит в трубку большего диаметра затем идет небольшой вырез он выравнивает фронт волны ну а дальше по волноводу вокруг которого расположены множество резонаторов гельмгольца усиливают эту волну многократно получается звуковая волна огромной силы прямого направленного действия еще один тип те же самые резонаторы шары расположены очень тесно друг к другу вокруг основного волновода куда эти резонаторы фокусируют свой усиленный звук затем их скрепляют определенным образом для плотного прилегания друг к другу для работы в тандеме и чтобы избежать создания ненужных частот лишнего дребезжания ну а здесь мы видим еще одну структуру напоминающую магнетрон также надо сказать что на местности производилась калибровка с помощью специальных инструментов один мы видим здесь а другой выглядит вот так вот что опять же мне напоминает схожую схему нарисованную на той пушке что мы изучали в Переславле как вы думаете что же здесь калибровали моя версия что здесь настраивали калибровали тот самый звуковой луч его точное направление и точку фокусировки здесь это показано а что же запускало механизм создания звукового луча а для этого обратимся к еще одному изданию новейшее основание и практика артиллерии Эрнст Браун капитан артиллерии в Гданске 1682 год 17 век в основании ствола каждой пушки есть вот такое устройство похоже на шишку или шарик или цветок или еще что-либо например здесь резонаторы вообще абсолютно разных типов нас интересует то что посреди тут виден разрез это резонатор типа купол мини купол и видите что внутри полость резонаторная полость так вот я бы это назвал резонатором начального удара это колокол в который били но не то что усиленно ударяли а как бы немножко ударяли а дальше звуковая волна многократно усиливалась в последующих структурах где множество резонаторов гельмгольца а как вам вот такой вариант это что гаусс пушка обмотанная электрокабелем 17 век это просто фантастика а это что за молот или палец похоже на ключ не менее интересные детали исправа фантастика я понимаю что это всего лишь рисунки ну так вот пожалуйста доказательства реальности пушка с шаром пушка с шишечкой другие типы в общем всего полно на самом деле еще несколько примеров да и видимо не все пушки являются теми самыми пушками которые стреляли некоторые просто детали старинных механизмов нам неведомых но это всего лишь одно из мнений кстати вот эта пушка слева очень похожа на миниган друзья я вам сейчас показал очень много нового но даже это всего лишь капля в море поэтому ждите продолжение обязательно будет продолжение у Ильи Мамаева канал цельнозор там будет еще интереснее не только теория но и на практике увидите как это все действует причем даже в наше время есть схожие вещи в общем ждите будет очень интересно а сейчас комментарии Ильи здравия соратники я очень рад участвовать в совместном проекте с Евгением Макаровым по допотопной артиллерии о принципах ее работы и о том как это все было устроено на наш взгляд поэтому в первой части как наверное вам уже сообщил Евгений Макаров будет историко теоретическая справочка несмотря на то что есть вероятность того что эта книжка эти источники на которые ссылается Евгений Макаров 19 века то есть поддельные они эти подделки создавались с учетом того как было на самом деле то есть некая информация все таки там просочилась информация правдивая на мой взгляд потому что все это подтверждается нашими выводами и размышлениями анализом тех пушек и технологий которые были тогда и есть сейчас в первой части Евгений Макаров расскажет вам об истории и о его изысканиях на эту тему со ссылками на те источники которые он показал во второй части я с радостью представлю вам реальные видеокадры и видеосъемки которые подтверждают все эти выводы которые сделал Евгений Макаров а в третьей части я представлю вам те реальные научные опыты которые подтверждают то что действительно пушки были звуковым вибрационным энергетическим оружием я покажу вам те эксперименты которые пусть немножко на иных принципах но воссоздают принцип действия допотопной артиллерии которая на самом деле не такая уж допотопная не такая уж примитивная она намного более совершенна чем то что у нас есть сейчас и так смотрите добра комментарий романа глобальный вопрос ну что благодарю тебя Жень что я думаю о пушках ну во первых те пушки которые вы частенько видите допустим в якобы исторических местах это все новодел либо реконструкция все сделано либо в конце 19 века либо либо в начале середине 20 века а есть даже такие пушечки которые сделаны ну вообще может быть 30-40 лет назад то есть ближе к концу 20 века ну не вижу я в этих пушках именно оружие если по серьезному во первых не тот металл не то качество но вы представьте зарядить сюда порох вполне такую приличную допустим снарядину в виде ядра и эту пушку по-моему разорвет скорее всего может быть она раза два три выстрелит но далее она будет негодно потому что то у них медь внутри сверху чугун то есть двойной металл то у них просто чугун в общем они сами определиться не могут и далее я вот как-то видел картинку нечто похожее на пушку и вот вот эта часть скажем так сейчас я немножко назад отмотаю вот эта часть она была как просто крышечка а то что мы сейчас видим опять же я повторю это реконструкция она возможно даже абсолютно категорически неправильно сделана может быть вид даже был немножко другим но опять я склоняюсь к тому что это деталь это деталь какого-то техногенного допустим механизма технологического прошлого прошлой цивилизации что уже понавыдумали историки но это только будет на их не совести а мы вообще имеем полное право с них спросить потому что они работают за наши деньги у меня все спасибо благодарю до скорых встреч это были комментарии наших соратников Илья Мамаев канал цельнозор и Роман глобальный вопрос у него тоже будет видео на эту тему Небольшое дополнение как вы думаете для чего вот эти отверстия в пушке но явно не для фитиля так вот эти отверстия для нагнетания воздуха все же ударная звуковая волна должна где-то брать силу ну а на этом пока что все продолжение на канале цельнозор и глобальный вопрос Друзья надеюсь вам все понравилось и все понятно а если так то подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите больше комментариев а с вами Евгений Макаров and company до свидания до новых видео до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч